Самые главные новости Могилевской области за неделю. Постараемся коротко и ясно в студии Вероника Дробышевская. Поехали! ЧП в Александрии. Во время праздника ветер поднял детские надувные качели. По информации Минздрава, после происшествия за медицинской помощью обратились 5 человек. Двое детей и трое взрослых. Состояние всех пациентов, удовлетворительной угрозы жизни нет. В Могилеве на улице 30 лет победы. В 9-этажном здании лопнула плита перекрытия между 8 и 9 этажами, сообщили в пресс-службе МЧС. Это случилось из-за того, что в квартире на 9 этаже хозяева сделали самовольную перепланировку. Стены не выдержали такой нагрузки и образовалась трещина с ослоением штукатурки на потолке в квартире этажом ниже. Никто из людей в доме не пострадал. Сотрудники МЧС, в свою очередь, укрепили строительные конструкции, чтобы не произошло возможное обрушение. После Дня независимости в центре Могилева перестали работать фонтаны, которые находятся около торгового центра Атриум. Наш корреспондент Евгений Глушков рассказывает, почему так произошло, что любимые многим фонтаны больше не радуют глаз. Почему? Ну, потому что здесь сделали обед или ужин праздничный. И люди, которые кушали, они кушали, естественно, картошку фри, что-нибудь жирное. Жир этот весь падал на плитку. И потом по плитке стекал в эти сопла и в эти вот отверстия. Теперь ничего не работает, потому что все фильтры загажены маслом. И еще плюс к этому приехала неисправная машина, из которой вытекало масло, может быть, некий там бензин с маслом. И это все выливалось вот на эти вот сопла и на эти отверстия. Центр города. Довольно значимое место. И напротив горы с полкома. В Могилевском музее имени Масленникова открылась выставка художника-монументалиста Глеба Отчика под названием «Три в одном». Выставка включает в себя работы из разных проектов. Все картины соединяются и взаимодействуют между собой. Таким образом создают пространство творческих объединений. Полотна отражают мысли и чувства художника. Смотрите наш репортаж с выставки. С первого взгляда, допустим, да, это абстрактная работа декоративная. То есть ты даже эту букву можешь сразу не распознать. Да, то есть, но есть четкая динамика, да, то есть, которая читает эту букву, да. То есть есть вот этот вот абстрактный космос, который ведет, да. То есть каждый зритель, я не буду говорить, что я, допустим, здесь вижу, потому что у каждого будет ассоциативно свое видение, да. То есть кто-то увидит птицу, кто-то увидит какие-то образы, каких-то животных, каких-то... И цель моего этого проекта, да, чтобы человек задумался, чтобы он смог ответить на какие-то вопросы, задать все эти вопросы, да. То есть когда искусство однозначно, да, то есть оно, в принципе, ты однозначно мыслишь. Но сегодня мир настолько шагнул вперед, настолько он стал разный, настолько неоднозначный. И я хочу, чтобы вот эта вот, вот эта серия проектов, да, она зрителя водила, заставляла размышлять. В Могилеве появится молодежная баскетбольная команда. В ее состав войдут лучшие молодые баскетболисты 16-18 лет со всей области. А проводить домашние игры планируют в спортивном комплексе Олимпийц, пишет информационный портал MyCityBy. Создают молодежную команду для игровых практик баскетболистов. Пока неизвестно, в каком именно чемпионате будет играть команда. В настоящее время идет поиск спонсоров и партнеров для развития команды. Центр городских инициатив приглашает принять участие в Креатонии по генерации идей и созданию проектов для перезагрузки общественных пространств, который пройдет в Могилеве 17 июля. Команды ЦГИ уже более 4 месяцев занимаются изучением различных мест в городе, которые могут стать интересными и комфортными. За 6 часов команды совместно с экспертами из разных сфер смогут предложить идеи и решения для перезагрузки городских пространств по трем направлениям. Даже если у вас нет своей команды, вы все равно сможете принять участие и зарегистрироваться на мероприятие. Победители Креатон получат поддержку в реализации своих идей. Во время мероприятия участников ждут различные мастер-классы. Креатон пройдет в пространстве Читайбург. В Могилеве на детской площадке на улице Креулина покрасили мусорку, которая была без дна. Поделился видео подписчик группы Могилев Сейчас в социальной сети ВКонтакте. Владелец ролика также высказал об увиденном. Как в нашей стране понять это, что происходит? Свежая выкрашенная урна. Вот, дотрагиваясь, вроде как даже и берется палец. Бросаю туда вот мусор, а он проваливается. Вот еще раз бросаю. Господи, когда это закончится? Когда закончится эта коррупция? На перекрестке около ГАИ мужчина ехал на велосипеде с оборудованным мотором и передним колесом попал в яму и упал на большой скорости, пишет Могилев онлайн. Несколько водителей остановились, чтобы оказать помощь и вызвали скорую. В Чаусах благодаря помощи ирландцев на базе интерната открылся дом самостоятельного проживания для граждан, которые ранее жили в психоневрологических домах-интернатах, пишет Могилев Ньюс. За счет средств ирландской благотворительной организации выполнен ремонт здания и куплено новое оборудование. Дом самостоятельного проживания рассчитан на 18 человек. В том числе имеется отдельная двухкомнатная квартира для инвалидов-колясочников, оборудованная с учетом безбарьерной среды. Это первый дом в Могилевской области подобного типа. Это были все новости. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok